Да, я бы, знаете, хотел с чего начать, Антон Евгеньевич. У меня когда начал учиться в шахматы, играется в 2001 году. У меня тренер Сергей Кишнев, известный человек, воспитал до Юрия Дахаяна, к сожалению, сейчас о покойного. Я говорю, а что мне почитать? Я влёкся в шахматы, у меня такой порыв, я открыл для себя какой-то мир. Что мне почитать? Он говорит, ну ты знаешь, почитай, какие партии посмотреть. Он говорит, посмотри партии Карпова. Просто посмотри партии Карпова. Не надо ничего больше смотреть, просто смотри партии Карпова. Я послушно начал смотреть партии Карпова. У меня базы еще не было, тогда честбейс я не имел доступа. Я где-то там книги начал покупать, смотреть. И вот я вам должен сказать, Анатолий Евгеньевич, что я на ваших партиях вообще ничему не научился. Вообще ничему. Я вот серьезно говорю абсолютно. Вот потом я смотрел там Крамника, освоил какие-то маневры, смотрел Каспарова, вот когда динамика какая-то как-то у меня пошла, мне понравилось атаковать. Вот на ваших партиях, мне кажется, это вот, это невозможно даже как бы словами объяснить. Это какая-то вот игра, которую понять, то есть ее могут объяснить тебе, в чем смысл этого маневра, куда ладья пошла, зачем. Но вот это понять невозможно, как вы это делали. И продолжаете делать, кстати. Это с одной стороны комплимент, с другой стороны это недоумение, откуда это взялось. У меня вот этот вопрос больше всего интересовало. У вас это с детства? По всей видимости так. Это, это как бы дар Никита, все-таки, это вам даровано? Ну, наверное, внутри и внутри где-то с детства, но это все равно отрабатывалось. И в детстве я книг не читал. То есть у вас не был шахматных книг, да, в детстве? Моя первая книга, ну, книга, избранная им партийкой по бланке, вот, подаренная мне где-то, наверное, когда мне 9 лет исполнилось. Вот это, вот это первая книга. Оно еще курс дебютов по нового. Это интересно, при том, что вы часто говорили, что, и это было видно по партиям вот июн, что дебют хромал до того, как у вас появился тренер. Ну, по-новому, это же книга такая все-таки. Ну, совсем. Для любителей. Для любителей совсем, да. Но Капабланку, книгу Капабланке я там серьезно поизучал. И, собственно, наверное, мой стиль где-то и развивался под влиянием этой книги, чудесного шахматиста Капабланке. А что же, а как вы занимались с шахматами до этого? Получилось, что мое понимание и навыки, в основном, приходили от практической игры. Я не любил заниматься. Я не изучал, как принято говорить, Эншпель. И вообще книги по Эншпелю я не читал. Тогда или вообще? Да и вообще. Во-первых, замечательная школа была у Малис отложенных партий. Это телевизионная передача, что ли? А, школа, в смысле школа жизни. Школа шахмат. Причем, нигде так интенсивно мозг не работает, когда ты анализируешь и понимаешь, что это может случиться, и от анализа зависит результат партии отложенной. Ну, вот сейчас мы это потеряли. И, кстати, это большая проблема шахматистов современных, что у них вот эта часть образования шахматного отсутствует. Вот, я считаю, что это большая потеря. А у меня все это было. Ну и кроме того, поскольку я дебют узнал плохо, то я обычно попадал в плохие позиции, неважно, белыми или черными. Но во мне выработалось вот это качество и умение защищать сложные позиции и играть на перехват. Другие, и даже гроссмейстеры, и великие гроссмейстеры, но плохая позиция защитился вот ничья и хорошо. Вот. А я плохие позиции защищал с видом на лучшие времена. У вас вообще всегда был какой-то такой, может быть, природный, выработанный оптимизм такой. Всегда играли так, что, ну, 70 ходов от защищающих, а на 71-м там был хоп-хоп и как бы победа. Ну, где-то так. Это взялось из жизни просто, да? Из необходимости. Ну, это, кстати, Ботвинник не увидел этого. Потому что когда он в 63-м году первая была сессия школы Ботвинника, вот, и он смотрел на что? Он смотрел на знания дебютов, вот, и он увидел, конечно, что у меня знания были. Слабые, хотя я уже был кандидатом мастера, а сильным кандидатом мастера. Необходимость изучать дебюты пришла мне, когда я стал мастером. Мастером я стал еще с очень слабым знанием дебютов, но когда я стал мастером и уже как бы с мастерами нужно было играть, вот тогда я почувствовал, что я имею проблемы. Ну, и тогда началось мое сотрудничество с Фурманом, очень кстати. А до этого я знал, знал, как это дебюты, но я особенно их не изучал, только в практической игре. Играл я очень узко, я играл в закрытой вариант социальянской защиты, испанскую партию. Белыми только я 4, D4, C4 не начинал. Ну вот, а черными, черными тоже испанская партия основная дебюта была, если на е4. На д4 я играл там и ферзиевый, и новоиндейскую защиту, немцовича. А вот на е4 я играл только испанскую партию, в основном чугольнская. Тоже из жизни он возник или как-то где-то? А как-то мои приятели, вот, ну, у меня, мне повезло по жизни, что у меня с детства были приятели в шахматах, причем они старше, по случайности они были одноклассниками моей сестры Старцы. Миша Тарынин, Саша Калышкин, два ближайших моих приятелей детских. Причем мы играли в шахматы вместе, и они открыли дорогу в шахматную секцию металлургического завода, вот, и ждали только, когда я пойду в школу, чтобы взять меня. Родители сказали, что до школы никуда не отпустили. Вот, но я пошел в первый класс, и уже я знал, что с ребятами я пойду в шахматную секцию металлургического завода, а это достаточно далеко. По масштабам нашего города, это вообще практически из центра на окраину. То есть до первого класса вы не могли ходить в шахматы? В шахматный кружок я не ходил. В дворце пионеров у нас не было шахматы, но шахматы были на заводах. Ну, и ребят, ребята звали, я-то и не знал. Ну, есть кружок, есть кружок, нет. Это было как-то далеко от меня, но ребят сказали, что вот они пошли, пошли, значит, кружок. Есть замечательный кружок на металлургическом заводе. Родителям они эту информацию дали, но родители сказали, что вот в школу пойдет, тогда я в кружок. А так я и играл с ребятами, но они-то уже играли со взрослыми. Причем я начал сразу играть со взрослыми в турнирах. Первая партия испытания была. Осенью 58 года я пришел где-то в октябре, наверное, или в конце сентября. Это шахматный кружок металлургического завода. Вот, там у нас секретарем, директором этого кружка, можно так сказать, был Алексей Иванович Пак, единственный кореец, по-моему, который жил в городе. Вот, замечательный совершенно человек, очень хороший организатор, вот, и такой душевный человек. Входим и идет запись на турнир выполнения третьего разряда. Ребят записались, значит, к Паку и говорит, вот, Алексей Иванович, надо записать вот этого молодого человека. Ну, а я в молодые годы выглядел моложе своих лет, а тогда мне 7 лет, значит, я выглядел где-то, в лучшем случае, на 6. Вот, и Пак так смотрит, говорит, а в шахматы ты играешь? Я говорю, ну, конечно, умею. А играл в турнирах? Я говорю, нет, в турнирах не играл, вот этот первый турнир, где я хочу сыграть. Ну, и тут ребята говорят, да Алексей Иванович, не волнуйтесь, он играет в нашу силу. А уже, по-моему, у Миши Торнина уже был третий разряд, а у Саши Калышкин четвертый. И вот они записались играть в этом турнире третьего разряда, но и меня хотели записать. Но Пак не поверил, говорит, и в этот момент заходит самый опытный шахматист, фамилия его, Марковин было, имя, не помню. Вот, ему 70 лет. Алексей Иванович к нему обращается, говорит, не сыграйте, вот, партию не проверите, молодого шахматиста. Ну, почему нет, давайте сыграем. Ну, все, сели играть, мне достались черные, и Пак говорит, я с часами. Да, если устоишь против Марковины, то в турнир включу. Ничего себе, какую сразу планку он задал. Да, мне удалось выиграть партию. А, да? Да. Я партию выиграл, после чего Пак меня записал в турнир третьего разряда. И я в первом соревновании выполнил норму третьего разряда. Таким образом, я перепрыгнул пять разрядов. Через пять, шесть, семь лет. Через пять разрядов прыгнул. Ну, и по нашему характеру, как выполнил третий разряд, надо сразу записаться на турнир второго разряда. Но, второй разряд у меня, вот, единственный разряд, который мне не дался сразу, причем я выполнил его, по-моему, с третьей, а может быть, даже с четвертой попытки. Если дома не было шахматных книг, с родителями вы не играли в шахматы с папой, да? Ну, с папой я играл, но он играл где-то, он любитель, он в турнирах никогда не участвовал. Ну, где-то я оценил его, его силу игры где-то, но близко ко второму разу. А, ну, все-таки он как бы играл в шахматы? Нет, ну, играл. Ну, с приятелями играл. Откуда у меня интерес появился? Ну, да. Я наблюдал, как отец играет с приятелями дома. Достаточно стандартная советская история, как в том числе и чемпионы мира находили свой интерес к шахматам, да? Да. Отец играет, подходишь, смотришь, а что? А во что ты, папа, играешь? Да, да. То, чего сейчас нет, на самом деле. К сожалению. К сожалению, да. То есть нет, а где увлечься шахматами? Ну, онлайн можно, там еще что-то, но когда все-таки отец играет, это как бы другие ощущения, это какое-то такое, это что-то магическое такое. Ну, поиграет, то есть. А какая была дома обстановка вообще? Ну, у меня детство трудное было. Не потому, что у нас внутренние отношения. В семье у нас были замечательные отношения. У меня чудные родители, и отец, и мать. Мама строгость проявляла с нами. Ну, родился я в коммунальной квартире. Сейчас уже многие даже не знаю, что это такое. Так уж, как и откладывание партии сейчас. Многие аспекты жизни исчезли, да. Ну, я же родился шесть лет после войны. Моя сестра появилась через год. Сыграли победу, и, по-моему, в июне месяце, или даже в конце мая, отец и мама поженились. Ну, они знали друг друга раньше, но они считали, что надо сначала победить. Вот, и, конечно, время тяжелейшее было. Вот, причем я узнал намного позже, что оба курили во время войны. И отец, мать. Но я вообще никогда и не пробовал даже, и сестра тоже. И мы этого не знали. Где-то мне было уже, да. Я уже, по-моему, чуть-чуть не чемпионом мира стал, когда они сказали, что вот они курили, но как только наступил день победы, они друг другу дали слово и бросили в один день. Все, мы бросаем. И никогда больше не курили. И никогда больше не курили. А вы так никогда не курили. А я никогда, ну, у нас вообще и мама терпеть не могла, и я не могу спать, если есть запах сигарет. Все, у меня сон выбивает. А мне, видимо, тоже только война поможет, не дай бог. Когда родилась моя сестра, это была большая удача, поскольку отец и мать работали на заводе и во время войны все время. И отец был уже хорошим специалистом, мастером. Мама у меня работала экономистом. Вот, по случаю рождения дочки, им, да, выделили одну комнату. Одну комнату, это была удача. Ну, комнату в коммуналке, да? В коммуналке. А где же они жили до этого? А до этого, я даже не знаю, наверное, жили где-то у своих. Либо, скорее всего, у бабушек. Я родился, в этот момент уехала семья. Левченко. Я помню, потому что чудесным образом я только слышал от родителей. Как раз семья, с которой мы дружили. Они из Западной Украины, в эвакуации. Ну, и в 1952 году они вернулись на Западную Украину. И родители говорили, вот Левченко уехали, и нам их комнату дали. А как раз комнаты были смежные, пробили двери, у нас появилась вторая комната. И так мы жили до шестидесятого года в коммунальной квартире. Сначала было шесть семей. Вот когда Левченко уехали, то стало пять семей. И у каждой семьи было по одной комнате. Ну, у нас до две. До отъезда Левченко. Да. До отъезда Левченко у каждой семьи по одной комнате. Дальше одна кухня вообще, понятно. Один туалет, одна ванна. Все как полагается. А в шестидесятом году мой отец стал главным инженером завода. И тогда, ну, и началось строительство при Хрущеве, массовое строительство жилья. Но мы получили квартиру в том же доме. Дом был хороший. Один из лучших домов в городе, потому что его сорок шестом сорок седьмом году настроили немецкие пленные. Вот и в Златоусте достаточно много было домов, которые немцы строили. Строили добротно, чем при Сталине как-то. И высотность потолков была неплохой. Вот. И поэтому по жизни я не могу в квартирах или в помещениях с низким потолком. Потому что вы привыкли с детства. Я с детства привык к высоким потолкам. Хотя по площади мы были всегда стеснены. Но по высоте мы чувствовали себя спокойно. Если мне говорили, что хрущевского времени, я даже смотреть не поеду. Я задохнусь. Отец работал на металлургическом заводе, да? Нет. Нет. Отец работал на машиностроительном заводе. Это вот завод, ровесник, наверное, промышленного развития Урала. Это один из первых демидовских заводов. Когда мы открыли железные руды на Урале, то при Петре Первом, до этого Урал вообще, я думаю, был совсем сыромашный, как говорят. А тут началось развитие промышленности. Кстати, Златоуст известен еще тем, что горный инженер Аносов изобрел Булат, с помощью которого Россия победила Турцию. А что это такое было? Булат – это типа дамасской стали, но прочнее и крепче. И вот Булатный меч перерывал меч из дамасской стали на две части. Это война с Турцией на 19 лет? Да. А мама не работала, да? Она была дома с вами? Когда я родился, мама работу оставила и занялась только детьми. Тогда проблемы были, потому что отец, он не имел высшего образования, но был ведущим мастером, по-моему, даже начальником цеха. Требовались специалисты с высшим образованием. И тогда вот было принято то, о чем сейчас мы, кстати, говорим – целевое обучение. Завод направил его на обучение в Бауманский, тогда это МВТУ, высшее техническое училище. Лучшие инженеры появлялись именно оттуда. Ну, еще в Питере хорошие были, в Ленинграде. После войны требовались специалисты, но потери огромные были во время войны. И вот тогда, причем говорят, что идеология забивала все, ничего подобного. Вот он прошел ускоренную подготовку, получил высшее образование. И он говорил, за счет чего экономия была? За счет того, что минимальный курс истории партии марсиско-ленинского философии вообще не изучали. Они изучали конкретное дело, инженерию. И он вернулся обратно в Златоуст уже, с этими знаниями стал… Ну, он сразу стал заместительным начальником производства, потом начальником производства, и главным инженером в очень коротком промежутке времени. В три года, наверное. Я так понимаю, что поскольку с мамой вы проводили все время, то с ней всегда был очень близкий контакт. Наверное, да? Ну да. А с отцом меньше? Нет, с отцом… А тоже? Да, с отцом отлично у меня были отношения. Ну, он был очень душевный человек, но специалист у него. Открытие немало, 89 у него. Открытие изобретение, да. И серьезное, в общем. Он один из авторов системы «Град». И, собственно, это изобретение – одно из тех, которое прекратило войну, видно. Сейчас известны прыгающие мины. А отец придумал другое. Он придумал… Не знаю, какой принцип, но знаю, как это действовало. Мины взрывались вне зависимости от рельефа, где-то на 4-5 метров высотой над окопами. Высотой? Ну, окоп – 4 метра. А, все, понял. 4-5 метров. Мин взрывается, но, естественно, поражение идет пехоты, которая находится в окопах. Потому что так-то надо просто попасть в окоп, а когда в воздухе взрывается… То есть он был как бы творческим человеком? Ну, если человек занимается изобретениями, это значит, что он занимается творчеством. Да, да. И его вообще… Народ любил, любил с ним общаться, причем даже по решению бытовых вопросов. Как мне отец говорил, многие дожидались, когда директор уйдет в отпуск или уедет в командировку, и приходили на приемник директора, а к ним отца. Ну, это, видимо, от душевных качеств таких дел, да? Да, да. Но он старался помочь, решить вопросы. Анатолий Иванович, вот когда вы добились уже каких-то максимальных высот, как они вообще вот реагировали на это все? Знаете, ну, для родителей это иногда шок, что вот только что там он, ну, на горшке сидит, а теперь чуть-чуть прошло, как вроде так в жизни, так уже когда определенный возраст, годы идут быстро, а тут там какой-то матч на «Перенество мира». Что вообще происходит? Как они реагировали на это? Нет, надо начать, наверное, именно со школы. В общем, ну, я уже говорил, что мама была строгая, и, в общем, она отслеживала как-то и результаты учебы, и у сестры, и у меня. Но потом, когда поняли, что все нормально, и я хорошо учусь, то как-то внимание подослабло. Ну, конечно, мама нами занималась, поскольку папа больше был на заводе. Она как раз была жертвой этого ненормированного рабочего дня. Это вообще страшное изобретение, потому что, конечно, ненормированный рабочий день, многие считают, что вот ты можешь прогулять и вообще не отработать полностью. На самом деле, ненормированный рабочий день, это все в обратную сторону. То есть отец приходил, работал и по субботам, по воскресеньям, правда, на Урале нет, а в Туле и по воскресеньям бывало, вот, и приходил там, уходил на работу, где-то обычно он в восемь уезжал, а приходил с работы, если он приходил в семь, то это как праздник. И когда-то на обед он приезжал, когда-то не приезжал. Ну, я говорю, мне, в общем-то, наверное, повезло, потому что у меня и сестра замечательная. Никогда не было напряжений, правда. Я был забиякой, и я ее в детстве даже обижал. Старшую сестру? Старшую сестру, да. Это ведь вы тогда еще шахматы не появились, а вам куда-то нужно было вот эту, как бы, бойцовский дух, да? Нет, у нас вроде и понимание было, но все равно. Все равно, где-то дети же всегда цепляются друг с другом. Доставалось в основном сестре, потому что, говорит, ты старше, ты должна понимать, что ты с маленьким сцепилась. И наказывали больше ее. Но в какой-то момент маме надоело, вот, и она сказала, что я больше разбираться не буду, кто прав, кто виноват, я буду наказывать вас обоих. Так. Ну все. Все? Все понял, да? Ну все. Вопросов нет, понятно. Разумно. Самое мудрое решение мало было. И как, вот когда началась школа, вы начали заниматься шахматами? Да. Я вот пошел во дворец спорта, металлургического завода. У нас кружок работал. Да, вообще, круглую неделю. И, ну, в рабочие дни он открывался где-то с полседьмого. Когда, ну, надо было привести себя в порядок, там, перекусить. И народ собирался. Причем предполагалось, что мы должны играть с полседьмого до десяти. Два с половиной часа? Три с половиной часа. Три с половиной часа. Ну, мы в Блиц играли очень много. В Блиц играли, и турниры организовывали. Но когда-то и классика была. А, с вами занимались там шахматами? Нет. А, это просто место было, где вы играли? И там вы как бы набирали вот эту опыту, да? Как происходил, вот как-то вы помните, как происходил процесс, что эта позиция там вот так оценивает, это так оценивает. Как происходил процесс вот накопления шахматных знаний из практики? Это же очень сложно. Это сложно, но у меня хорошие приятели. Мы играли вместе, мы анализировали вместе, готовились вместе. Это удача. Я говорю, что какой совет? Если есть приятели, то с ними можно. Приятеля уже не создашь сам собой. Ну вот совет, это идеально, когда есть приятели, которые увлекаются одним и тем же. Ну, если речь идет о шахматах, конкретно о шахматах, то мы играли. Играли и дома, играли вместе. Причем мы находили возможности выровнять условия. Потому что мы не только в шахматы играли. Мы играли, скажем, в городки. Очень популярная игра была на Урале. В городке. Понятно, что у нас не было профессиональных бит. Городки нормальные. Городки нарезали из дерева, как и положено. А вместо бит у нас были железные трубы. Это мы слесарей просили у нас в доме. В подвале была слесарная мастерская. И мы просили нарезать нам трубы соответствующего размера. Ну и это были биты наши. Но на пять лет, тем более не семь лет, а им двенадцать. Разница большая очень. Но мы находили возможность выровнять условия. Потому что, скажем, они выбивали фигуры в городке с восьми метров, а я с пяти. И уже все. А в шахматы? А в шахматы мы играли на равных. Причем до первого разряда мы практически все вместе дошли. Потом они поступили в техникум. Так же, как и моя сестра, стало меньше возможностей заниматься. Ну и как-то у них не пошло. Хотя, в общем-то, Саша стал хорошим инженером. А Миш Тарынин закончил факультет журналистики МГУ. Мы даже одно время вместе учились. Он попозже. Сначала на производстве был, потом поступил в МГУ. Когда я поступал на третьем, по-моему, курсе учился. Мы даже в общежитии где-то и рядом жили. То есть эта дружба сохранилась, как бы вы ее несли долгие годы, да? Да. Это было большим подспорьем в освоении шахмат. Потому что мы видели свои проблемы, мы готовились. Но при этом мы играли друг с другом. Серьезно. У нас не было расписных ничьих, что вот приятели. Мы между собой играть не будем. Мы отбились со страшной силой. Причем мы и конкурировали. Потому что Саша Калышкин был очень хорошим. Миша послабее немножко потом стал. Он подотстал от нас. А Саша Калышкин был очень сильным шахматистом. Но на уровне городском. А как развивалась ваша городская карьера? Вот вы ходили в этот кружок. А как произошел какой-то качественный переход? Ну, тогда было принято играть в турнирах на выполнение разряда. Первый разряд я выполнил. В первом же турнире, где я мог его выполнить. Это был чемпионат города в Золотоусте. В первом турнире в чемпионате города я где-то оказался. Ну, в первой половине. А второй чемпионат я выиграл. И в 9 лет я уже стал ведущим шахматистом завода. И играл на первой доске. Это тоже чудо, что шахматы были популярны и поддержаны. Тогда я подавал надежды как шахматист. Но я не был еще и чемпионом, и не великим шахматистом. Но завод принимал решение на уровне главного инженера. И со мной посылали серьезных специалистов, как сопровождающих. Ведущий инженер завода или старший инженер завода. Была семья Калашниковых, которая обычно со мной ездила, скажем, на тренировочные сборы школы Ботвинника. Со мной несколько раз Тамара выезжала, Шадрина, по мужу Калашникова. Она была лучшей шахматистской города. У нее был сильный второй разряд мужской. А Юра Калашников был перворазрядником, а потом стал кандидатом мастера в Челябинске. Я с ним играл матч на звание абсолютного чемпиона города. Мы поделили в чемпионате первое и второе место. Удивительным образом в чемпионате небольшого города мы играли как в чемпионате Советского Союза. Играли матч. И как? Матч из четырех партий и я победил. А с каким контролем вы тогда играли? Мы играли два часа на 40 ходов. А, то есть современный контроль. Сейчас на 20. Сейчас на 20 ходов. Да. Два часа на 40 ходов и час на 20. А тогда официальный контроль был 2,45, да? Нет, 2,30. Два часа 30 минут на 40 ходов и дальше час на каждой шестнадцать ходов. И потом час на 16 ходов. После пяти часов игры откладывание, ну не после пяти часов, после того как сороковой ход сделан откладывание, потом на следующий день вот час на 16. Да. То есть вы когда играли с ним тоже откладывали партии? Конечно. Да? Да. Классика. Все как полагается, да? Да. Настоящий матч. Это в каком году был вот этот чемпионат города? Это в шестидесятом году. То есть вам... Девять лет. Девять лет, да? Да. А вот не помните, уже были тогда какие-то мысли о том, что я буду шахматистом или я не буду шахматистом, или вы просто играли в шахматы? Я просто любил играть в шахматы. Я мог и по ночам играть в шахматы. Вот. И бывало, что мы засиживались на заводе. Нам надо было идти либо коротким путем, но это все равно где-то полчаса через гору. Вот. Если нас собиралось достаточно, там, человек пять, то мы шли через гору. А если меньше, то там хулиганские были места, и мы не решались идти. Втроем уже мы через горы не ходили. Мы обходили через центр. Вот. Но это значительно удлиняло наш путь. Но я помню как-то мы засиделись и возвращались в первом часу ночи. Но родители, конечно, беспокоились, там даже мобильных телефонов не было. Вот. Добраться невозможно. И вот мы поднимаемся уже по главной улице к дому. Ну, еще, еще где-то, ну, полкилометра, наверное. Я смотрю, родители на встречу. Вот я говорю, ребята, выручайте. Беда. Да, да. Будет нехорошо. Это как? Я говорю, ну, вы идите, а я, я, значит, отбегу по соседней улице. И скажу, что давно дома, да? Вот. Ну, и они идут, а я, значит, на соседнюю улицу параллельную. Вот. Прибежал, да. Все, сестра мне открыла. Они, ребята. Он говорит, так, он давным-давно ушел. Вот они приходят, я в постель. Крепко удивились, но они все поняли, конечно. Тонкий соскок такой в Эншпиле, да. Вот. Но, но, воистину мы, мы могли засиживаться долго. Долго и как-то, ну, правда, не всегда там. Уборщицы у нас, они же должны были убрать, а всем. Они, бывало, у нас выгоняли, что, чего вы засиделись, нам нужно тут помыть, убрать, а вы нам мешаете. Ну, приходилось, приходилось уходить. А так, вот по воскресеньям, субботам мы проводили два раза в месяц товарищеские матчи предприятий. Много, да. Я помню, что с магниткой, знаменитый магнитогорский металлургический комбинат, но намного больше там. У нас на металлургическом заводе работало где-то тысяч, наверное, семь с половиной, а на магнитке около ста тысяч. Со всеми предприятиями, которые обслуживали магнитку. Вот, но мы, мы уступали, конечно. Уступали и по ресурсам, и по силе. Все-таки магнит, магнитогорский крупный город, там, 300, по-моему, тысяч жителей тогда, а у нас 170 в городе. Ну, и магнитогорский сходил в крупнейшие города Советского Союза, а золотовост нет. Но мы играли и бились на 50 досках мы играли. Матчи на 50 досках? Какая потрясающая эта советская система вообще. Ну, сейчас так называемые корпоративные соревнования. Ну, да. Ну, они как-то сейчас не так все-таки. Ну, в одно время они вроде стали популярными, сейчас снова заглотаны. Ну, нет этой жизни, потому что это было изнутри все, да, то есть люди хотели играть эти матчи. Это же не то, что кто-то говорил, так, играем матч. Ну, развлечений мало было, наверное, тоже нужно учить. Ну, конечно, конечно, конечно. А кто-то оказывал тогда влияние шахматное какое-то? Может быть, какой-то городской тренер или кто-то на заводе, может, кто-то подсказывает? У меня тренеров не было вообще. Вообще, да? Вообще не было. Ни книг, ни тренеров? Нас опекал Леонид Ароныч Градвул, замечательный человек. Он вообще по профессии преподаватель, историк, кандидат в мастера сильный. Причем он такой очень мягкий человек. Но я помню, что он жутко обиделся на меня в чемпионате области Челябинской. Мне нужно было у него обязательно выиграть, чтобы стать кандидатом мастера. А он... Мы шли где-то... Я в конечном итоге поделил, по-моему, второе-четвертое место в чемпионате области. Но он где-то был недалеко. Он очень сильно шахматизм был сам. И вот я помню, что в закрытом университете Челябинской защите белыми... Причем он знал прекрасно, потому что он нас сопровождал на официальные соревнования, когда мы уезжали из Челябинской области. Первый раз он с нами ездил в Буровиче. Это в 1961 год. Он, конечно, знал мой дебютный репертар очень узкий. Но, тем не менее, где-то я его подловил. И он жутко обиделся, что как это он мог не зевынуть чего-то, что мой уровень еще не тот, чтобы я стал кандидатом мастера. И где-то считалось, что кто-то может подумать, что он специально мне проиграл, для того, чтобы я стал кандидатом мастера. И вот это его тоже мысли как бы дочило. И он... За репутацию свою опасался. Опасался за репутацию. Но и недовольный был. Это я помню, что недовольный был. Это вам было сколько? Десять лет? Это мне... Нет, одиннадцать лет. То есть в одиннадцать лет вы стали кандидатом мастера? В одиннадцать лет. А по советским меркам, я даже сам не очень знаю. Это нормально или это очень рано? Это очень рано. Ну, самым молодым кандидатом мастера. В общем, тогда кандидат мастера – это как сейчас мастер. Но есть не больше, да. Есть не больше. Особенно кандидатом мастера... Но тогда существовало понятие московский мастер и московский кандидат мастера. Вот. Московские мастера обычно были на уровень слабее мастеров российских. то что много но потому что возможности много и как-то вот я помню что было было такой хотя не все конечно московские мастера были слабенькие но но много было слабых вы тогда уже активно ездили по стране играли да нет нет в это время еще я я вот ездил меня уже заметили я ездил там скажем на какие-то сборы я играл в чемпионатах российской федерации среди юношей ну и у нас тогда за юношей в россии отвечал рашид ребят не жмите нашему да знаменитый но возможности у российских шахматистов был очень мало и выехать на международные турниры большая удача и поэтому когда когда вот она выпадала то выбивались и сил но старались выполнить звание международного мастера международного гроссмейстера потому что тогда это уже совсем другой подход и больше возможностей но так вот рашид ребят еще был человеком замечательным и шахматистом отличным известная его партия стали удивительная совершенно партия это уже все-таки шахмат это очень шахматный человек уже на концу есть на посаде первый такой вот шахматный человек с которым вы познакомились и начали общаться на шах на шахматные темы нет я с нижмедина просто просто первые чемпионаты россии я подал первую половину там где-то в конце первой половины поэтому меня на сборы не оставляли а когда стали оставлять на сборы то я уже я уже прошел школу ботвинник а как попали вообще на школу ботвинник потому что я стал самым молодым кандидатом мастера вот и это у меня случилось зимой зимой 63 года чемпионат области вот школа ботвинника школа ботвинника впервые и почему-то все третьем году я не играл чемпионате россии среди юношей вот ботвинник проиграл матч петросяну пусть он дешел заняться молодыми талантливыми шахматисты я попал этот первый набор голова теник это осень 63 и вы приехали на школу познакомились не дали апреля какой-то был вас пить и ботвинник это такое имя даже сейчас уже не трудно объяснить что такое ботвинник в советских шахматах царь и бонзе но патриарха патриарх но но он он и реальный патриарх я не просто не просто слова тысяч от который в общем как-то все это не не то чтобы выстроил эту систему но он ее контролировал да то есть он как-то вот да нет но и выстраиваю был огромным авторитетом да ну собственно уже выстроила систему чемпионатов мира когда в сорок восьмом году он стал и кстати сорок восьмого года вот система чемпионатов мира и матч на первенство мира стали организовываться федерации международных шахматов до сорок восьмого года это была частная инициатива собирали деньги там раньше еще 2 либо спонсоры собирали либо соперник чемпиона мира находил там деньги у друзей у компании вот это было задачи претенденты федерация вообще этим не занимал но поскольку а легкий номер сорок шестом году вот и мир остался без чемпиона то тогда тогда приняли решение провести матч турнир восьмого года гага москва и после этого ботвинник стал чемпионом мира и он уже и предложил систему розыгрыша тогда вообще время было хорошее потому что на президентом федерации был фольфе рогат он специалист адвокат чем серьезный шведский адвокат любитель шахматы шахматы знал понимал это была удача долгие годы причем вот безобразие которые потом творились робот и ботвинник не говорю нет фолькера года никогда бы такое он не позволит ну как-то контролировал до ситуации да да по порядок до порядок был причем он сам вникал в темы и не было того что вот ему там тот счет рекомендовал он да он шел бы на поводу нет как прошла первая сессия с ботвинник есть какая-то знаменитая фраза не знаю правда это или нет что у толи карту перспектив нет да да рано вы это слышали этом вам поэтому вам скалы летом кому-то нет он сказал кому-то из но обычно у него были помощники юрков был у него потом гольберг это его секундант многие годы мастер спорта и вот гольберг у нас был директором школы администратора интересный очень человек но и ботвинник ботвинник не увидел моих достоинствам увидел только пробелы в образовании на слабое знание теории дебютов а поскольку ботвинник уделял огромное значение и внимание теории дебют и собственно на наши наши занятия сводились к тому что он давал нам домашнее задание сессия была там 7-10 дней он проверял домашнее задание поскольку он еще все таки оставался практическим шахматистом он не бросился больше в шотором году он еще на олимпиаде с фишером играл блестящий играл чемпионате советского союза среди на обществ в шестом году на первой доске занял первое место за команду труд играл не по моему команда труд тогда тогда я стала чемпионом советского союза благодаря этому результату ботвинника вот а потом ему стало тяжело и вот мне спаски рассказывал что в семидесятом году ботвиннику тогда было 59 лет они играли в турнире в ляйден и в голландии по моему была отложена партия ботвинник спаски вот спаски ведь я видел как тяжело ему играть вот он мучается я пришел помогать ему в анализе чтобы он смог спасти партии с ним такой кладезь истории но рашид гибридович чем я я помню он такой остроумный был человек и как то во владимире у нас у нас базой российских юношеских шахмат владимир там был сатурьян очень хороший организатор сурен гургенович по моему сатурьян легендарный человек он был вот в этом самом морском десанте на малой земле и весь изранен но выжил выжил и вот увлекся шахматами и он жил в владимире и благодаря его стараниям владимир стал такой шахматной меккой российских юношеских шахов вот надоел нам этот город ужас бесконечно программы три-четыре раза в году были владимире по семь-десять дней но часто он получше выглядит а тогда но понятно кремль понятно соборы чудные а город скучноватый вот и и конечно все поездки только во владимир это это грустно было и вот как-то владимире мы переходим улицу рашид гибридович нами загорелся зеленый вот а он так смотрит в одну сторону другое кто-то зеленый загорелся переходим ребята давит не светофор давит машина отложилась но когда михаум и сечет слова сказала не на вас какое-то впечатление нет но мне не все равно было конечно ботвинник все-таки ботвинник но я я был уверен в своих как бы шахматных способностях и умение играть ботвинник не увидел чего что из-за слабого знания теории дебют я сейчас попадал в плохие позиции и ботвинник ну и наверное не мог увидеть сразу что это помогло мне как бы и упорство в защите отработать и умение играть на выигрыш и плохие позиции и хуже позиции то есть как-то вот мой активный позиционный стиль зародился в юношеские годы и скажем где-то мы может быть понимаем позицию или понимали тогда позицию я и петросян одинаково но рожден кстати фантастический по тактике шахматист но боязнь проиграть партию отбивал у него вот этот тактический дар он боялся прыгать да да и поэтом невероятный лицо ну так развиться в лицо очень сильным я с ним играл и в общем я должен сказать что даже когда я уже был лучшим блицором и чемпионом мира то вот мы дружеские матчи играли не всегда я побеждал бывало что он побеждал мне то есть он для меня был серьезным соперником в блиц ну что получилось что в общем-то у меня выработался активной позиционности не скажем я никогда не принимал решение ну только если это единственное решение конечно избежать нельзя но если была альтернатива то я ограничивал возможности действия соперника но я старался не уменьшать и не не убивать свою инициативу и свои возможности а у петросяна доминант и было всегда его безопасность неважно какой цена какой ценой там режете и свои возможности свои фигуры ограничивать на главное чтобы у соперника не было не к активности что такое активный позиционный стиль может быть я этому что понимаю могут зрители не понимают или может а я не шуток активный вот позиционный Я понимаю, что это игра Капабланку, аккуратно, по полям, не создавать слабости, пытаться где-то нащупать какие-то места, переводы фигур. А что такое активный позиционный стиль? Чем он отличается от просто позиционного? Ну вот надо смотреть партию Петросяна и партию Карпова. Я старался уходить от скучных позиций, а Петросян не старался уходить от скучных позиций. К активному позиционному стилю можно, наверное, отнести и Спаска. Мы, наверное, самые яркие представители вот этого активного позиционного стиля в шахматы. А Карлсон это активный позиционный стиль? Ну, кажется, он и сам говорит, что он учился на моих партиях и где-то он играет похоже на меня. Да, похоже очень, да, очень похоже. А можно проследить такую линию Капабланка, Карпов, Карлсон в истории шахмата? Можно, я думаю, да. То есть вы как бы не наследники. Он наследник ваш, а вы? Да. А в детстве вот этот вот период, так сказать, Карпов в Златоусте, вы так же в шахматы играли? Или был какой-то период, когда, не знаю, пешки же, что ли, там, коней? Или как-то сразу началось? Нет, нет, сразу. Сразу почувствовали себя комфортно вот именно в этой игре? Да. То есть это никто вам не ставил в эту игру, она просто так родилась? Нет, она родилась из моих практических выступлений. М-м-м. М-м. 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 М-м.